Поймите, эта война еще не окончена. Мы все видим, что украинцы сейчас способны использовать все имеющиеся у них ресурсы. И, конечно же, они впечатлили весь мир, начиная со слов президента Зеленского «мне нужны боеприпасы тут, мне не нужно такси». И, конечно же, это посылает огромный и сильный политический сигнал. Я думаю, что война и украинское руководство демонстрируют важность политического лидерства в мире. Именно поэтому они смогли добиться впечатляющих результатов, освободив большие части украинской территории на севере, востоке и юге. Но, знаете, на данный момент война стала уже достаточно статической. Россияне смогли окопаться в глубоких оборонительных линиях с помощью траншей, мы называем их «зубы дракона», которые растягиваются на многие километры, чтобы остановить движение бронетехники. Конечно, не стоит забывать о разных минных полях. Так что теперь следующий этап – прорвать оборонительные рубежи, которые строились месяцами россиянами. А для этого им необходимо современное оборудование. Украинцам нужны боевые танки, машины пехоты. Военные эксперты называют это обеспечением и поддержкой, потому что им нужны инженерные возможности, чтобы пересечь минные поля для прорыва. Но это узкоспециализированные вещи, а они нужны для работы. Потом, боевые танки или БМП нуждаются в поддержке, они могут работать день-два, но потом им нужны запчасти, им нужно топливо, им нужны специальные смазки. Всем известно, что танк не ездит на заправочную станцию за горючим. Заправщик должен подъехать к боевому танку на поле боя. Так что это все огромная логистика. Это война на истощение, которая становится битвой сопротивления. Мы очень часто недооцениваем важность обеспечения того, чтобы все системы, заказанные в Украине, работали и приносили должный результат. К сожалению, эта огромная логистическая индустрия на самом деле не была организована ответственным лицом в качестве европейского командующего США в Европе.